1185 год. Через несколько месяцев торжество россиян обратилось в горесть. Князья Северские, Игорь Новогородский, брат его Всеволод Трубчевский и племянник их, не имев участия в победах Святослава, завидовали им и хотели еще важнейших. Взяли у Ярослава Всеволодовича Черниговского так называемых Кавуев, единоплеменных, как вероятно, с черными клобуками, и пошли к Дону. Случившееся тогда затмение солнца казалось их боярам предзнаменованием несчастным. Друзья и братья, сказал Игорь, тайны божественные никому не сведомы, а нам не миновать своего рока. Он переправился за Донец. Всеволод, брат Игорев, шел из Курска иным путем. Соединяясь на берегах Хаскола войско обратилось к югу, к рекам Дону и Салу, феатру блестящих побед Мономаховых. Кочующие там варвары известили своих единоплеменников о сей новой грозе, представляя им, что россияне, дерзнув зайти столь далеко, без сомнения хотят совершенно истребить весь рот их. Половцы ужаснулись и бесчисленными толпами двинулись от самых дальних берегов Дона навстречу смелым князьям. Люди благоразумные говорили Игорю, князь, неприятели многочисленные, удалимся, теперь не наше время. Игорь ответствовал, мы будем осмеяны, когда не обнажив меча возвратимся, а стыд ужаснее смерти. В первой битве россияне остались победителями. Взяли стан неприятелей их семейства, ликовали в завоеванных вежах и говорили друг другу, что скажут теперь наши братья и Святослав Киевский. Они сражались с половцами, еще смотря на Перейславль. И не смели идти в их землю, а мы уже в ней, скоро будем за Доном. И далее в странах приморских, где никогда не бывали отцы наши, истребим варваров и приобретем славу вечную. Сия гордость витязей мужественных, но малоопытных и неосторожных, имела для них самые гибельные следствия. Разбитые половцы соединились с новыми толпами, отрезали россиян от воды и, в ожидании еще большей помощи, не хотели сразиться копьями. Три дня действуя одними стрелами. Число варваров беспрестанно умножалось. Наконец, войско наших князей открыло себе путь к воде. Там половцы со всех сторон окружили его. Оно билось храбро, отчаянно, изнуренные кони худо служили всадником, предводители спешились вместе с воинами. Один раненый Игорь ездил на коне, ободряя их и сняв себя шлем, чтобы они видели его лицо, и тем великодушнее умирали. Всеволод, брат Игорев, оказал редкое мужество и, наконец, остался без оружия, изломив свое копье и меч. Почти никто не мог спастись, все легли на месте или с князьями были отведены в неволю. В России узнали о всем бедствии, случившемся на берегах Каялы, ныне Кагальника, от некоторых купцов, там бывших. Скажите, в Киеве, говорили им половцы, что мы теперь можем обменяться пленниками. Князья, вельможи, народ оплакивали несчастных, многие лишились братьев, отцов, ближних сродников. Святослав Киевский ездил тогда в Карачев, на возвратном пути, услышав печальную весть, залился слезами и сказал «Я жаловался на легкомыслие Игоря, теперь еще более жалуюсь на его злосчастье». Он собрал князей под Каневом, но распустил их, когда половцы, боясь его ополчения, удалились от границ России. Не хотев идти по следам владетели северских, чтобы не иметь той же участи, Святослав был причиной новых бедствий, ибо варвары, успокоенные его робостью, снова явились, взяли несколько городов на берегах Сулы, осадили Переиславль. Мужественный Владимир Глебович встретил их под стенами и бился как герой. Кровь текла из ран его, дружина ослабевала. Видя опасность князя любимого, все граждане вооружились и едва спасли Владимира, уязвленного тремя копьями. Половцы, взяв город Рим или нынешний Ромен, опустошив множество сел близ Путивля и напомнив россиянам бедственные времена Всевлада I или святополка Михаила, ушли обремененные пленниками в свои вежи. Но к утешению северян Игорь Святославич возвратился. Он жил в неволе под надзиранием благосклонного к нему хана Кончака, имел при себе слуг священника и мог забавляться истребиную охотую. Один из половцев именем Лавер вызвался бежать с ним в Россию. Князь Игорь ответствовал, «Я мог уйти во время битвы, но не хотела бесславить себя бегством, не хочу и теперь». Однако ж, убежденный советом верного своего конюшева, Игорь воспользовался темнотою ночи и сном варваров, упоенных крепким кумысом. Сел на коня и в одиннадцать дней приехал благополучно в город Донец. Сын его Владимир, оставленный им в плену, женился там на дочери хана Кончака и возвратился к отцу через два года вместе с дядей Всеволодом, коего называют летописцы героем или, по их словам, удалейшим из всех Ольговичей, величественным наружностью, любезным душою. Сия гибель дружины Северской, плен князей и спасения Игоря, описаны со многими обстоятельствами в особенной древней исторической повести, украшенной цветами воображения и языком стихотворства. В течение следующих осьми лет половцы то мирились, то воевали с россиянами, имея успех и неудачи. Все маловажные ошибки не представляют ничего достопамятного для истории. Один сын Рюриков, юный Ростислав, отличался воных мужеством и был грозою варваров, предводительствуя торками и бериндеями. Иногда верными стражами областей киевских, иногда изменниками. Так их знаменитый чиновник или князек именем Кунтуфдей, оскорбленный Святославом, ушел к половцам и долго грабил с ними села Днепровские. Чтобы обезоружить всего храброго наездника, Рюрик дал ему городок Дверин на берегах Роси. Народ благословлял согласие Рюрика Святославом, которые единодушно действовали для его внешней безопасности. Первый, женатый на сестре князей Пинских и Литуровских, правнучки Святополка Михаила, старался быть защитником и сего края. Он ходил с войском на Литву, как бы предвидя, что она будет для нашего Отечества еще опаснее половцев. 1186-1187 годы. Междуусобие князей Рязанских нарушило внутренний мир и спокойствие в России восточной. Глебовичи Роман Игорь Владимир умышляли на жизнь меньших братьев Всеволода и Святослава, сперва тайно, а, наконец, засадили их в Пронске. Великий князь был занят тогда новым походом рати своей на болгаров. Когда же воеводы его возвратились оттуда с добычей и с пленниками, он решился прекратить вражду злобных братьев. Напрасно послы его благоразумно представляли им, что добрые россияне и единокровные должны извлекать меч только на врагов и на племенных. Роман и Игорь Владимир ответствовали гордо, что они не имеют нужды в советах и хотят быть независимы. Обольщенное имя Святослав изменил меньшему брату Всеволоду, бывшему у великого князя, и сдал им Пронск, где находилось 300 человек дружины Владимирской. Роман взял их в плен вместе с женой, детьми, боярами Всеволода Глебовича. Все безрассудные мятежники скоро увидели опасность и старались умилостивить великого князя. Они склонили Черниговского епископа Порфирия, коего епархия заключала в себе и Рязанскую область, быть их ходатаем. Послы Святослава Киевского и брата его также находились в Владимире для сего дела. Но Порфирий худо исполнил священную обязанность миротворца, действовал как переветник, раздражил Всеволода Георгиевича коварством своим и тем умножил зло, ибо великий князь огнем и мечом опустошил землю Рязанскую, держась правило, как говорят летописцы, что война славная, лучше мира постыдного. Сей год, 1187-й, достопамятен кончиною Ярослава Владимирковича Галицкого и важными ее следствиями. Подобно отцу, господствуя от гор Карпатских по устье Сирета и Прута, он имел истинные государственные добродетели, редкие в тогдашние времена. Не искал завоеваний, но, довольствуясь своею немалую областью, пекся о благоденствии народа, о цветущем состоянии городов, земледелия. Для того любил тишину, вооружался единственно на обидящих и посылал рать с боярами, думая, что дела гражданские еще важнее воинских для государя. Нанимал полки иноплеменников и, спасая тем подданных от кровопролития, не жалел казны. В 1173 году он нанял у поляков войско за три тысячи гривен серебра. Успехи торговли и мирной промышленности доставляли ему способ быть щедрым в таких случаях. Союзник греческого императора Мануила, покровитель изгнанного Андроника, Ярослав считался одним из знаменитейших государей своего времени, хвалимый в летописях вообще за мудрость и сильное убедительное красноречие в советах, по коему россияне прозвали его «осьмомыслом». Сей миролюбивый князь не находил мира только в недрах семейства и не мог жить в согласии ни с супругой, ни с сыном. Первая решилась навсегда с ним расстаться, и в 1181 году скончалась монахинью в Владимире Суздальском у Всеволода ее брата. А сын Ярославов, в третий раз изгнанный отцом, напрасно искав пристанище у князей Волынских, Смоленского, даже у великого князя, жил два года в Путивле у своего зятя Игоря Северского. И хотя, наконец, посредством Игорева старания примирился с отцом, но, имея склонности развратные, непрестанно огорчал его. Тем более Ярослав любил меньшего побочного сына именем Олега, прижитого им с несчастную Анастасией. Готовясь к смерти, он три дня прощался со всеми. Бояре, духовные, граждане, самые нищие теснились во дворце кадру умирающего. Изъявив чувства набожные и христианские, смирение пред Богом и людьми, назначив богатые вклады в церкви, в монастыри и велев раздать часть казны бедным, Ярослав объявил своим наследникам Олега. Владимира же наградил только перемышлем, взяв с него из бояр клятву исполнить сие завещание. Но бояре, едва придав земле тело государя, изгнали Олега, ушедшего к Рюрику Вовуч. И возвели Владимира на престол. Они раскаялись, ибо новый государь, имея отвращение от дел, пил день и ночь, презирал уставы церкви и нравственности, женился вторым браком на Попадье. Сверх того, удовлетворяя гнусному любострастию, бесчестил девиц и супруг боярских. Негодование сделалось общим. В домах, на улицах и площадях народ жаловался громогласно. В соседственной области Владимирской господствовал тогда князь, известный мужеством умом, деятельностью, Роман Мстиславич, который еще в летах нежной юности под стенами нового города, смирив гордость Андрея Боголюбского, заслужил тем внимание россиян. Многими блестящими свойствами, достойные своего предка Мономаха, он, к несчастью, жертвовал властолюбию правилами добродетели, и, будучи сватом Владимиру, веселился его распутством и народным озлоблением, ибо думал воспользоваться следствиями оного. Имея тайную связь с галецкими вельможами, Роман хотел открыть себе путь к тамошнему престолу и советовал им свергнуть князя, столь порочного. Сии внушения не остались без действия, волнение и шум столицы пробудили усыпленного негуя Владимира. Двор княжеский наполнился людьми, но заговорщики, неуверенные в согласии добрых, терпеливых граждан, опасались возложить руку на государя, и, зная его малодушие, послали сказать ему, чтобы он избрал супругу достойнейшую, выдал им попадью для казни, правительствовал как должно или готовился к следствиям весьма несчастным. Их желание исполнилось, то есть устрашенный Владимир бежал в Венгрию с женою, двумя сыновьями и наследственными сокровищами. Бояре призвали Романа княжить в Галичи.